90 миллионов рублей добавили в Сургуте на обновление дворов. Изначально в плане ремонтной кампании этого сезона значилось благоустройство 12 придомовых территорий, а теперь 30, сообщают на сайте городской администрации. Дополнительные деньги местным властям удалось привлечь из окружного бюджета. Как отмечают в Сургутской мэрии, благоустройство дворов – одно из приоритетных направлений работы. В ближайшее время подрядчики приступят к выполнению своих обязательств. Свой 95-й день рождения отметила жительница города Анастасия Павловна Казакова. Именинницу поздравили представители администрации района, местного отделения партии «Единая Россия», Беларское управление технологического транспорта и специальной техники, Управление социальной защиты населения и другие гости. Анастасия Павловна Казакова – труженица тыла. Она родом из деревни Пенигина Сорокинского района Тюменской области. Когда началась война, ей было 10 лет. Отец ушёл на фронт, а она осталась с мамой и четырьмя сёстрами. Работали много и тяжело, как и все в то время. Я самая постарше была. Старше уже работала, учительницей работала в районе, потому что она 7 классов уже закончила, и там не хватало людей. А я была у неё самая помощница. Это хорошо, что ещё у нас была корова. Вот честное слово, мы бы поумирали с голода. В 95-й день рождения Анастасию Павловну пришли поздравить многие гости. Начальник Управления по охране труда и социальной политики администрации района Любовь Полякова вручила ей поздравления с юбилеем от президента России Владимира Путина. Анастасия Казакова получила также поздравления от главы региона Талии Комаровой. В праздничный день именинница услышала много тёплых слов. Нам очень приятно поздравить вас с таким юбилеем. 95 лет, хорошая дата, почтенный возраст, достойный возраст. Хочу от всей души пожелать вам крепкого здоровья, благополучия, внимания, заботы близких. Продуктовый набор, цветы, конечно, подарки получила юбиляр. Как и все мы, Анастасия Павловна Казакова с особым трепетом ждёт самого главного праздника – Дня Великой Победы. Чтобы вспомнить всех тех, кто навсегда остался на полях сражений. И порадоваться тому, что живем мы под мирным небом. Я хочу, чтобы все люди жили в мире и в согласии, и чтобы войны никогда больше не было. Это как мы прожили эту войну, не дай бог. В Коголымском детском саду «Колокольчик» для воспитанников открыли музей боевой славы. Проект реализовали при грантовой поддержке нефтяников. Он стал победителем в конкурсе в номинации «Великий подвиг». Причём все экспонаты можно и нужно, потрогать и даже примерить. По замыслу авторов, свободный доступ помогает детям теснее прикоснуться к истории. Кроме того, в творческой мастерской воспитанники учатся делать треугольные письма и вырезают звёздочки. А ещё малышам показывают фильмы и устраивают встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла. Этот музей, он не просто музей, это пространственная такая среда, где дети занимаются. Музейные занятия у нас здесь проходят. И онлайн, конкурсы онлайн посещения мест боевых действий. В нашем музее, отличие нашего музея в том, что здесь дети не просто созерцатели, не просто слушатели, а они у нас творцы. Здесь дети могут брать любой экспонат в руки, передвигать, мерить головные уборы в военную форму. Пластилиновый мультфильм создают в Ниагонском обществе инвалидов. Этих занятий Ольга Березина каждый раз ждёт с большим нетерпением. 15-летняя девочка создаёт мультфильм. Главный герой – брошенный котёнок, мимо которого проходили все. Давай посмотрим. О, отлично, да? Это уже один из заключительных дней съёмок, в котором должен быть счастливый конец. Кстати, на роль брошенного питомца претендовали несколько пластилиновых героев, которых ребята лепили сами. Но выбор пал на серого барсика. Давай мы его поставим, посмотрим. Он у нас красивенький. Но этих мы пока отдыхать отправим, да? Занятия по созданию пластилинового мультфильма проходят в Ниагонском обществе инвалидов. Под руководством Светланы Дедык дети с ограниченными возможностями здоровья учились не только лепить, но также снимать, монтировать, писать титры и даже делать озвучку. В ближайшие дни мультипликационная работа станет участником международного телефестиваля «Спасти и сохранить». Дети спешили куда-то, мы на котенка пройдя, охали и говорили, что поступать нельзя. Мы выбрали тему милосердия, хоть и фестиваль, как говорится, экологический, но экология души, она тоже имеет свое значение. Дети, я думаю, что для них вообще близка эта тема милосердия, потому что кто бежит вперед к котенку брошенному или щенку, и хорошо бы, чтобы вот это в их сознании закрепилось, и может быть в дальнейшем это станет вообще их позицией, что вот так поступать нельзя. Сюжет, в основе которого лежат стихи одного из сыновей Светланы, настолько запал в душу 15-летней Ольги, что она очень переживала, когда ее кошка убежала из дома. Как отмечает мама, благодаря этой мультстудии и доброй тематике фильма дочь стала более ответственной, усидчивой и сострадательной. Она прямо, что не надо вот выкидывать животных, не надо, это все-таки, они скучают, они хотят обратно домой, надо, чтобы у каждого был свой дом, то есть более, как сказать, жалостливо, что ли, стало. Как отмечают специалисты общества инвалидов, неважно, станут ли создатели мультика победителями фестиваля или нет, главное, они смогли заинтересовать детей, а значит новых фильмов станет больше. Если организации удастся написать проект и выиграть гранд-губернатора или президента, то в обществе может появиться своя, настоящая мультипликационная студия уже с профессиональным оборудованием. Елена Куксаус, Евгений Несмеянов, Нягонский телеканал, специально для телеканала «Югра». Сургутянка Анна Костылева стала бронзовым призером чемпионата России по бильярду по правилам игры «Свободная пирамида», который прошел в Сургуте. Опробовать новое сукно приехали 104 участника из 27 регионов страны. Югру в соревнованиях представляли спортсмены Сургута, Ханты-Мансийска и Лентора. Отмечу, что специально для чемпионата закупили 16 лучших столов, о их соответствии требованиям международных правил проверили эксперты. Добавлю, что «Югра» впервые принимает соревнования по бильярду такого масштаба. Впрочем, округ в очередной раз доказал свою способность проводить спортивные праздники всероссийского и международного уровня. Уже в августе регион примет очередной чемпионат мира по бильярду. Соревнования пройдут в Ханты-Мансийске. Я хотел бы прежде всего поблагодарить организаторов данного чемпионата, Наталье Владимировне Комарова, за поддержку округа в проведении турнира. Олега Викторовича Ваховского, президента Федерации бильярдах Мансийского автономного к Угры, за прекрасную организацию проведения чемпионата и по условиям проведения, и по условиям пребывания участников. И, конечно, поздравить победителей, потому что они очень достойно играли. Мне очень приятно, что среди победителей, призеров, есть представители Мансийского округа Угры. 90 огнеборцев проверили свои силы в Нефтьюганске на чемпионате МЧС по пожарно-спасательному спорту. Один из наиболее зрелищных этапов турнира – подъем по штурмовой лестнице в окно четвертого этажа учебной башни. Также участники пробежали стометровку с препятствиями. Для того, чтобы успешно пройти такую дистанцию, нужны скорость спринтера и ловкость гимнаста, отмечают в МЧС. В командном зачете победителями стали сургутяне. На втором месте – советский гарнизон, на третьем – нефтьюганцы. Добавлю, чемпионат прошел в преддверии Дня пожарной охраны. Сегодня пожарные отмечают свой профессиональный праздник. В артрезиденции прошла презентация экологической тропы города Нижневартовска. Встреча состоялась вместе с предпринимателями. Они могли высказать свои пожелания по реализации данного проекта. Также были доступны вот такие бланки-листовки, на которых можно было написать, что вы хотите внести в этот проект. Я свои пожелания записала. Уникальное место отдыха для нашего города и даже округа появится вблизи протоки реки Мега. Площадь экотропы – 30 гектаров. Руководители проекта и администрация города подчеркивают, что у экологической тропы огромный инвестиционный и рекреационный потенциал. Это уже третья презентация проекта. В этот раз на диалог вышли с предпринимателями. Самый масштабный экологический проект за всю историю города Нижневартовска. Место для отдыха и проведения выходных, праздничных каких-то дней в любое время года для наших жителей. У нас пока небольшой бюджет – 15 миллионов. То есть у нас есть понимание, есть концепция, есть общее направление. А дальше наполнить его всеми теми идеями, которые вы предложите сегодня, которые уже предложили спортсмены, которые предложила наука. На территории экологической тропы будет расположено множество объектов. Сейчас на плане их 27. Это дендрозона, веревочный парк, полоса препятствий, сцена, смотровая площадка, мостик желаний, ветрогенератор, множество арт-объектов и фотозон, детская площадка, глэмпинг и многое другое. Глэмпинг не просто как некий такой палаточный лагерь. Может быть, с небольшим спар-комплексом, каким-то рестораном в лесу. Цель – прийти к цифре в тысячу человек трафика на выходные дни. Такой объем позволяет максимально использовать этот объект и максимально привлекать туда инвестиции. Бесплатный вход однозначно. Понятно, платный будет общий пик. Проживание в глэмпинге однозначно будет платным. Но вся остальная инфраструктура, конечно, бесплатная. И в первую очередь такая цель у нас состояла. Экологическая тропа станет уникальной площадкой не только для семейного отдыха, но и для массовых мероприятий. В будущем там можно будет проводить научные форумы, молодежные слеты и городские мероприятия. Я думаю, что чем больше таких проектов будет, тем больше интерес это вызовет у всего населения и у молодежи в частности. Вот даже сейчас, 21 мая, мы вместе с коллегами, молодежный центр, вместе с управлением по экологии, мы будем проводить экологический форум, 61-я параллель, международный форум. И вот такие уникальные объекты, они смогут в будущем стать площадкой для проведения слетов. Экологическая тропа – это отличная площадка для открытия бизнеса. Для предпринимателей сейчас главное успеть подготовить бизнес-проекты, пока еще есть вакантные места. Самое классное, то, что город слышит, то, что они ждут наших предложений. И, конечно же, бизнесу там очень круто будет. Да, там можно и рестораны, и прокаты, и салоны красоты уже, и спа какие-то. Я так понимаю, что уже сейчас нужно бежать, потому что через три года места будут там раскуплены все для бизнеса. Так что готовьтесь, друзья, сейчас уже. Через три года жители Нижневартовска смогут гулять в живописных уголках дикой природы. Проект «Экологическая тропа» является гибким. Он отвечает запросам разных слоев населения. Если у вас есть идеи бизнес-проектов или просто пожелания, вы можете связаться с Управлением по природопользованию и экологии. Екатерина Королева, Сергей Зайкин, телеканал «Самотлор». В Березовском районе перед судом предстанет житель Курганской области. Об этом сообщает пресс-служба окружного следственного управления СКР. Его обвиняют в убийстве сожительницы-инвалида. Все произошло 8 марта в поселке Игрим во время совместного распития алкоголя. По версии следствия, между мужчиной и женщиной произошла ссора. Во время нее злоумышленник, которого разозлили систематические оскорбления со стороны сожительницы, схватил охотничий нож и четырежды ударил им жертву в грудь. От полученных травм женщина скончалась на месте. Следователями собрана достаточная доказательная база. Уголовное дело с обвинительным заключением передали в суд для рассмотрения по существу. Во время ссоры обвиняемый нанес удар ножом в область груди потерпевшей. Однако женщина в поры леднева не отреагировала на травму и продолжила оскорблять мужчину. В ответ на такое поведение он нанес еще два удара ножом в область груди и удар в область живота. После того, как потерпевшая упала на пол, злоумышленник сообщил соседям о произошедшем и ввиду отсутствия своего телефона попросил вызвать скорую помощь, работники которой по приезду констатировали смерть. Сломанные лавочки, порча фасадов, а также нечитаемая роспись разноцветными красками на дорожных знаках. В Нягоне участились случаи вандализма. Такие действия мешают не только обычным гражданам, но и органам власти. К примеру, они подрывают авторитет и создают обстановку неуверенности. То, что мы сегодня фиксируем, не может не беспокоить. Я считаю, что общественность здесь тоже должна включиться. И самое главное, что должна быть неотвратимость наказания. Проявления вандализма приносят громадный финансовый ущерб и приводят к негативным социальным последствиям. Так, по некоторым оценкам, 30% затрат на ремонт жилищно-коммунальной сфере приходится на ликвидацию последствий. Эту проблему на несколько блоков можно разделить. Первое – это, конечно же, надписи. Расшифровать мы их не можем, но предполагаем, что они носят какой-то экстремистский характер. И сегодня весь город ими изрисован. По остановочным павильонам мы работу провели. У нас осталось четыре остановки сегодня в работе, на которых существуют эти надписи. Но проблема в том, что они появляются вновь и вновь. Помочь пресечь хулиганство подключилась городская дружина и общественники. Предпринятые меры помогут оперативно установить личности преступников. Вообще, я хочу сказать о том, что наш город готовится к весенним праздникам. Мы наводим порядок, чистим, убираем максимально, чтобы наш город был по-весеннему красив. Последние две недели фиксируются факты повреждения муниципального имущества. Заборы, лавочки изрисовывают различными красками остановки, другие общественные места. Мы эти мероприятия проводим по фиксации, отрабатываем совместно с полицией, пишем заявления. Ряд решений будут приняты со стороны полиции города, Росгвардии и частных охранных агентств. Усиление патрулирования с привлечением участковых и комиссии по делам несовершеннолетних начнутся в ближайшее время. В Нижневартовске из незаконного оборота изъяли 3,5 килограмма наркотиков. В лесу, в черте города, полицейские заметили мужчину, который делал закладку. Осмотрев задержанного и территорию вокруг, полицейские изъяли 8 свертков. Экспертиза показала, что в них наркотическое вещество мефедрон. Правоохранители выяснили, что мужчина – уроженец Якутии. Ранее судимый из Москвы в Югру запрещенный препарат он привез в банках из-под детских молочной смеси. По данному факту возбуждено уголовное дело. Гостю из Якутии придется ответить по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере». Один куда делал? Один же там заложен, как рожево там, дальше чуть. Я положил. Твоя задача какая была? Вот положить, сделать фотографии. Большой груз, да? И все, и сколь травить. Предприниматели Нефтьюганска могут получить новый статус для своего дела – социальное предприятие. Заявки принимаются Департаментом экономического развития до 1 мая. Какие преимущества и формы поддержки можно получить в этом случае? Программа «Социальное предпринимательство» охватила уже 56 регионов нашей страны. В Югре особый статус появился в 2019-м. Он дает возможность получить финансовую, имущественную и информационную поддержку от правительства округа и от фонда «Наше будущее». Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего бизнеса, включенных в список социальных предприятий. Которые оказывают услуги лицам социально уязвимым, оказывают услуги малоимущим, детям-инвалидам и различным социально незащищенным слоям населения. Плюс те, кто трудоустраивает социально незащищенных или продает товары, которые они производят. В нашем городе особый статус имеют семь социальных предпринимателей. Большая их часть занимается производством услуг, такими как образование и здравоохранение. Башкирова Екатерина является руководителем клиники, помогающей семьям уже на протяжении четырех лет. Мы оказываем комплексные услуги семье и детям. Медицинские, психолого-педагогические, образовательные. Работаем по индивидуальным программам социальной защиты населения. Являясь социальным предприятием, мы можем получать субсидии со округа, как социальное предприятие. И это, конечно, колоссальная поддержка для нашего бизнеса. Статус дает возможность получить грант до полумиллиона рублей, сниженный размер арендной платы и налогов, а также возможность представить свои услуги или товары на региональных и всероссийских ярмарках. Для получения статуса социального предпринимательства необходимо направить заявку в Департамент экономического развития города или округа до 1 мая. Контакты на экране. Песнями и пирогами поздравили волонтеры Радужного, работников скорой помощи. В акции «Спасибо, фельдшер» приняли участие добровольцы всех волонтерских объединений города. Студенты политехнического колледжа устроили мини-концерт. А воспитанники детского сада подарили медикам талисманы, оранжевые сердца, которые являются символами добра и скорой помощи. А в завершении акции все собравшиеся выстроились возле отделения с воздушными шарами в виде красного креста. И помощь скорая придет, дадут понюхать нашиоты, и что-то сделают, и будет все путем. Ты скажешь доктору привет. Ребятам, которые первые минуты по нашему требованию приходят к нам, кто становится некоторым мостом между нездоровым и здоровьем, мы, конечно, хотим пожелать им самим быть здоровыми, чтобы их работа ни в коем разе не приводила к потерям. На самом деле хотелось бы пожелать, чтобы у людей такой профессии было как можно меньше работы. Но если все-таки им придется выезжать на выезды, чтобы все они были удачны, ну и, само собой, всем здоровья, с праздником. Администрация города Советский приступает к реализации проекта «Бобры в Картопье», который стал одним из победителей регионального конкурса, набрав более 3,5 тысяч голосов. Напомним, что инициаторами проекта стали жители микрорайона «Картопья-3», где на сегодняшний день отсутствуют благоустроенные общественные пространства. Благодаря окружной и городской финансовой поддержке под благоустройство попадет территория между улицами Петра Багаева и коллективной, площадью почти 7,5 тысяч квадратных метров. Данная реализация поможет людям в шаговой доступности приобрести, так скажем, такую зону культурного досуга. Планируется там радиогород в данную точку завести, Wi-Fi, зоны какие-то умные, стойки с Ростелеком. Сейчас ведется проработка вопроса. Для комфортного досуга жителей планируется построить многофункциональные игровые и спортивные площадки, зоны отдыха с теневым навесом, а также тротуары и уличное освещение. В общем, все то, что способствует приятному и полезному для здоровья отдыху взрослых и детей. В конце мая, числа 20-го, мы планируем уже выйти на объявление закупки. И в июне месяце будет определен победитель торгов, и, соответственно, будут заключены контракты. В течение лета мы сделаем те элементы, которые требуют прикрепления к фундаментам. Это спортивные площадки, детские площадки, детские элементы. И на следующий год у нас останется только те элементы, которые касаются благоустройства. Это озеленение, это уборка, высадка деревьев, кустарников. Общая стоимость проекта «Бобр в Картопье» – 14 миллионов 300 тысяч рублей. 10 миллионов выделит округ. Еще 3 миллиона 300 тысяч поступят из городского бюджета. И 1 миллион рублей – доля софинансирования жителей микрорайона «Картопья-3». Игорь Скворцов, Александр Ахрамович, телеканал «Первый советский» специально для телекомпании «Югра». Два рыбака из Ханты-Мансийска ответят перед судом за незаконный улов. Расследование уголовных дел по факту браконьерства завершили следователи Уральского следственного управления на транспорте. Установлено, что мужчины рыбачили на Иртыше с помощью запрещенного орудия лова донной сети длиною 185 метров, которую использовали, сплавляясь на малом ходу. Поймали таким образом 10 рыб, в том числе стерлить. Мужчину не смогли предъявить правоохранителям документы, разрешающие добычу водных биоресурсов. Живую рыбу отпустили в реку, остальную изъяли. Так же, как и орудия лова, лодку и мотор. Уголовное дело в отношении Ханты-Мансийсов направили в суд.